Вопрос создания рынка земли в Украине неоднократно поднимался за годы независимости нашей страны. Эти всплески подъема и временного затишья наталкивают на мысль, что подогревание интереса с одновременным распространением противоречивых слухов создают разброты и шатания в сознании людей. Только в шести странах мира запрещена продажа земли. Венесуэла, Северная Корея, Таджикистан, Конго, Куба и Украина. Комфортно ли Украине находиться в компании таких стран? Наверное, не очень. Бессарабскому медиахолдингу удалось взять комментарий у соучредителя аналитического центра Украинский институт будущего о том, что ждет граждан после снятия моратория. Анатолий, сейчас очень остро стоит вопрос о том, что правительство заявило, что собирается снять мораторий на продажу. Мы приехали из Бессарабии, это аграрный район, аграрный регион, и там люди очень озабочены этим вопросом. На самом деле, свобода страны, ну вообще качество жизни в стране определяется свободами для граждан. Если вы имеете право распоряжаться своей собственностью, вот хотите машину продать, продаете, хотите продать квартиру, продаете, хотите продать землю, продаете, не хотите, вас никто не имеет права заставить. Поэтому в данном случае снятие моратория это всего лишь предоставление людям тех прав, которые изначально у них были, и те, в которых они ограничены. Я вам скажу больше. У меня есть земля, которую я купил. Моратория распространяется не на всю землю. Есть рынок земли, которая покупается, продается, есть земля, которая под мораторием. Эти страхи, которые говорят, что придут иностранцу и скупят, поверьте, у нас есть огромное количество земли, которую иностранцы и сегодня могли бы купить. Вопрос, почему очередь не стоит? Ответа нет. Это страшилки, которые им пугают те люди, которые реально поработили владельцев этой земли. Ведь что происходит? Люди, имеющие землю, которые получили ее после расплевки колхозов, могут ее обрабатывать сами, а могут сдавать ее в аренду. Сколько сегодня за гектар получают люди денег? Есть цифры разные, в разных регионах по разуму, на среднем около 150 долларов за гектар. А теперь представим, люди эти деньги берут, это какая-то копеечка. Если бы они сами выращивали зерно, они бы зарабатывали минимум 300 долларов на гектаре. Чтобы самим зарабатывать, нужно где-то взять деньги, чтобы вложить. Можно пойти взять кредит под эту землю, но банк говорит, я не могу взять у тебя кредит под эту землю, потому что она у тебя под мораторием. Если не будет моратория, то под эту землю крестьянин может сам взять деньги и сам инвестировать, и будет зарабатывать уже не 150 долларов, а именно 300, а может и 400, а может и 500, в зависимости от культуры, которая будет выбрана. Идем дальше. И опять-таки я могу взять кредит под эту землю и, соответственно, обучить детей. Если же я захочу продать, ну, например, многие люди хотят уехать. Или, например, ребенка на обучение отправить. Или кому-то деньги на лечение нужны. Сколько будет стоить гектар земли? Сегодня он стоит ноль. Ну, потому что вы его продать официально не можете. Вы можете его продать по каким-то хитрым схемам. Ну, например, в Полтаве мои родственники живут. Им предлагают договор заключить на 49 лет. И за это платят 800 долларов. Ну, то есть, на самом деле, это копейки. Эта земля стоит 2-3 тысячи долларов за гектар мининг. Поэтому, если вы хотите продать эту землю, вы сегодня не можете этого сделать. Но если у вас снимается мораторий, вы уже имеете право сами принять решение. Не хочу продавать. Никто не заставит. Если хочу продать, продадите за 3 тысячи долларов. Представляете, на руки вместо 150 долларов владелец земли получает сумму 75 тысяч гривен. Сразу, единоразово. Может и лечение оплатить, может дом достроить, может ремонт сделать. А может сам инвестировать в эту землю. Поэтому решение только человека. Если кто-то будет пытаться заставлять продать, это уголовно наказуемое преступление. Нужно писать заявление в милицию и жаловаться. Ведь на самом деле и сегодня могут землю отобрать. Давайте будем честными. Человек думает, что это земля его. А когда смотришь документы, оказывается, она ему уже не принадлежит. Поэтому право собственности, которое появляется после снятия моратории, документы будут переоформляться. Это возможность человеку видеть, чем он владеет. А поверьте, многие могут удивиться, узнав, что уже ничем не владеют. Поэтому снять моратории – это возможность для украинцев получить свою реальную собственность и самому распоряжаться. Самому. Никто не имеет права сказать, что с ней делать. Хорошо. А какая вообще мировая практика? В мире, наверное, есть всего лишь 4-5 стран, в которых есть запрет на распоряжение землей. Есть разные процедуры, в разных странах по разному. Например, в некоторых странах есть ограничения на количество земли в одних руках. Есть страны, в которых таких ограничений нет. Просто в европейских странах там владение землей передается по наследству. Люди, которые там 300 лет назад владели землей, передавали своим детям, те своим детям. И нынешние владельцы земли, как правило, ее унаследовали. У нас земля была, но до царской России. Ведь на самом деле землю позабирали, потом был Советский Союз, и все, что была земля в собственности, опять-таки, передали в колхозы. У нас несколько раз был процесс отъема у людей земли. Поэтому у нас нет ощущения, что это наша собственность. И распоевка та, которая прошла, это был уникальный шанс для людей вернуть то, что забрали у их предков. И то, что им дали, на самом деле, им не дали. Им дали всего лишь видимую иллюзию того, что им что-то дали. Потому что мой актив, это тот, который я могу сам продать, могу купить, могу сам использовать или не использовать. Нам землю не дали, это большой обман. Таким образом, снятие мораторий, это все лишь возвращение к статусу Бог, к реальному процессу вещей, что я хозяин своего актива, что хочу, то и делаю. И опять-таки, возвращаясь к вопросу иностранцев. Когда Россия сняла мораторий на землю, там тоже были такие ограничения. Все сказали, китайцы придут, все скупят. А вообще на рынок, там китайцы практически ничего не купили. На рынок вышло все лишь 4% земель, которые там попали под купли-продажи. Цена выросла до рыночного уровня, и инвесторы остановились, перестали покупать. Когда Польша сняла мораторий, а в Польше земля чуть хуже украинской сигаретам за качество, в них цена поднялась до 11 тысяч евро за гектар. Ни один, скажем так, глобальный инвестор не готов так дорого покупать. Но небольшие кусочки продать можно. Представьте, если наши украинцы вместо 150 долларов, которые они получают от просто эксплуатации их земли, причем нещадной эксплуатации, могут получить, например, за гектар сразу 10 тысяч долларов. Понятно, это не сразу. Польша прошла путь 10 лет, пока цена выросла до такого уровня. Так не надо продавать, ждите, пока цена поднимется, и продавайте на максимальной цене. А с 10 тысяч долларов может каждая семья уже сама придумать, что с этим делать. Анатолий, Вы сказали, что 4-5 стран в мире всего... Включая Северную Корею. Я сейчас сходу не скажу, это можно погуглить в интернете. Но это развитые страны? Нет, это как раз страны третьего мира. Ни одна развитая страна не имеет моратория на отчуждение частной собственности. Все страны, они ответственно относятся к распоряжению частной собственности. Те страны, которые не уважают своих граждан и не считают их свободными людьми, имеют мораторий и ограничения. Северная Корея одна из таких стран, Украина тоже одна из таких стран. Но сравнение, как понимаете, не очень хорошее. Хорошо, почему тогда большинство политиков муссируют именно эту тему? Кому невыгодно снятие моратория? Давайте будем честными. Если земля будет частной собственности, я могу ее продать, могу сдать в аренду. А это повлияет на стоимость аренды, потому что арендаторы будут понимать, что эту землю кому-то могут другому отдать, кому-то другому могут продать. И цена аренды вырастет. Если вы получали сегодня 150 долларов, то завтра можно будет уже 300 долларов получать от аренды. Опять-таки не надо продавать. Цена, которую получает человек ежегодно, будет в два раза больше. Аграрные холдинги это понимают. Они не хотят платить больше людям, но они платят больше политикам, они платят больше СМИ, они создают какие-то искусственные компании, которые ограничивают, создают условия для ограничения людей в правах. Политики это всего лишь говорящий голову. Когда я политикам задаю вопрос, почему вы против, они ни одного вразумительного аргумента мне не говорят. Они говорят, придут иностранцы купят. Повторюсь, если бы они хотели прийти, они уже дома пришли. Более того, давайте будем честны. В Украине есть крупные аграрные холдинги, которые финансируют этих политиков. Кому они принадлежат? В том числе иностранцев. То есть через аренду они нашу землю могут выснаживать, полностью ее истощать. А купят, они будут по-другому к ней относиться. Они не хотят покупать, им гораздо выгоднее ее арендовать. И чем дешевле они платят за аренду, тем выше у них прибыли. Миллиардные прибыли, которые они осаждают в зарубежных юрисдикциях. Кто страдает? Страдают обычные люди. Как людей заставить страдать дальше? Убедить их, что продавать свою землю или снимать мораторий ни в коем случае нельзя. Кто там помогает? Политики и медиа. Кто за это платит? Люди, кому это выгодно. Таким образом, люди делают дураков. Но если люди хотят быть дураками, то это их собственный выбор. Какой путь должна пройти Украина? Какой путь должен пройти Кабмин до того, как начнется продажа? Как люди получат возможность продавать свои паи, свою землю? Во-первых, необходимо принять закон про обращение сельскохозяйственных земель. Он давно находится в парламенте. Второе. Многие земельные участки не оформлены, не завершена процедура оформления частной собственности. Не завершена полностью кадастрификация. Но опять-таки, вы не сможете продать землю, если у вас не оформлены документы. Поэтому задача номер один. Это принятие закона про оборот сельскохозяйственных земель, который будет предусматривать ограничение возможностей для владельцев земель. Второе. Если вы хотите продать, вы приводите документы в порядок. Получаете все вытеки, делаете замеры. Землемеры замеряют ваш участок. Вы получаете документ, без которого вы продать физически не сможете. Но никто не может не продать землю, не забрать без вашего согласия. Это исключительно частное распоряжение собственности. Это длительный процесс для человека и затратный? Честно, я не отвечу на этот вопрос, потому что пока мы не сняли мораторий, его никто не проходил, никто не может ответить. Он какое-то время займет, но я не думаю, что он будет очень затратный. А в каком состоянии сейчас кадастр? Как говорят эксперты, очень нехороший. Но его можно в течение года привести в порядок. То есть это еще не скорый, не быстрый процесс? Даже снятие мораторий, принятие закона не означает, что человек сможет эту землю сразу продать. Есть еще один вопрос по поводу двух гектаров земли, на которые имеет право каждый гражданин Украины. Это же право, это не обязательство. У меня было право на приватизацию земли. Я приватизировал землю. Но если бы не сельскохозяйственную, у меня там под домом землю я приватизировал. То есть когда купил дом, земельный участок. Сельскохозяйственную землю я не приватизировал. Смотрите, кроме нас самих, наши интересы никто не будет отстаивать. Если нам на них наплевать, то нами будут управлять политики, продажные СМИ, которые нам будут рассказывать, как хорошо, а как плохо. Хотя это только нам самим решать, что нам хорошо. Пока мы готовили сюжет, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении о рынке земли в Украине сообщил, что между первым и вторым чтением соответствующего законопроекта вопрос о возможности продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум. Верховная Рада планировала рассмотреть проект закону о рынке земли 12 ноября. Но в повестку дня его не внесли. Как противники моратория, так и сторонники вышли к стенам Верховной Рады, чтобы высказать свою позицию. Сегодня, 13 ноября, в самом парламенте депутаты стоят в очереди к трибуне, чтобы донести точку зрения своих избирателей, парламентских групп и фракций. Фермеры и владельцы ПАЮ высказались, политики тоже. Ждем решения Верховной Рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова